Ну не зря с самого утра мы так активно ставили акцент на том, что сегодня 1 марта! Ура! Потому что у нас не менее весенняя и поэтичная тема. Сегодня к нам в гости пришли хорошие люди. И принесли их хорошее дело. Рассказ про хорошее дело. Это организаторы конкурса стихов. Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. Стартовал в Новосибирске 1 февраля. Вот так. Нормально, как человек скажу. Да, сейчас всё правильно. Людмила Игнатова у нас в гостях. Это начальник рекламно-издательского отдела библиотеки имени Толстого. Доброе утро, Людмила! Всем доброе утро! И, я так понимаю, участник конкурса и вообще прекрасный человек и поэт Юрий Татаренко. Доброе утро! Привет! Привет! Ну что, прежде чем мы начнём разговаривать про конкурс, мы сразу попросим Юрия прочитать весеннее стиховарение, ну чтобы вот настроиться, да? Хорошо. Давайте. Остывшая яичница с беконом, пожар в отдельно взятой голове, свидание, нарушение закона о пятничном просмотре матч-ТВ, весенняя вечерняя кофейня, как летняя кибитка молдаван. И папе Карло было всё до фени, когда он над поленом колдовал. Объятия, кража личного пространства, убийство страха вымолвить не то. Какое правосладостное рабство, раскованно подать тебе пальто. В рай прокуроров, судей, адвокатов не попадут, малина и пиро. Поэты ездят на обнимокатах, поэты игнорируют метро. Ох, как здорово! А как чекака подача, да? Ты заценил, как прям по-весеннему, бодро, он прям практически маяк, мне кажется. А почему вы сравнили кофейню с молдаваном? Почему? Потому что там шумно и тесно. А-а-а! Слушайте, круто! Вот это потрясающе, конечно. Но остается только предвкушать и гадать, что если это просто прекрасный секторин про весну, то что Юрий готовил на конкурсы, там, наверное, вообще фантастика. Давайте про конкурс. Я прочитала такую вещь. Направлен на формирование молодежи, чувство патриотизма, гордости за Родину, через привлечение к творческой деятельности. Об этом и есть стихи участников конкурса? Какие вообще сюжеты вам запомнились больше всего среди работ конкурса? Давайте начнем с того, что конкурс этот проходит в рамках эстафеты патриотизма поколений. Об этой эстафете уже все знают. Она проходит и у нас в городе Новосибирске, и по всей области. Ее инициатором выступил городской совет ветеранов. И вот конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. Борис Богатков, наш новосибирский поэт. У лица у нас есть Владиса Богаткова? Конечно, знаю. Знаете, да? Который погиб в 1943 году, поднимая взвод в атаку на Гнездиловских высотах. И вот этот конкурс призван как бы еще раз напомнить, кто такой вообще Борис Богатков. Вспомнить. Вообще сама суть вот этой эстафеты патриотизма поколений в чем? Четыре года войны, четыре года у нас в области, в городе, длится вот эта эстафета поколений. С семнадцатого года, вот двадцатая. И завершится она в День Победы в 2020 году. Ну и поэтому, естественно, конкурс молодых поэтов призван, чтобы поэты писали о войне, прежде всего. Как они чувствуют, что они знают. Не только, наверное, о войне. Да, конечно, не только. Это просто основная тематика. Основная тематика. Вообще номинаций очень много. Двенадцать целых номинаций. Можно писать и о войне, и о героях войны. О Борисе Богаткове. Вот Александр Покрышкин. Родился у нас в Новосибирске. Им будет 105 лет в этом году. Об Александре Матронцеве можно писать. Вообще о героях Новосибирска. В Новосибирцах. Еще такая тема интересная. Новосибирск в годы войны целовой город. Но у нас же здесь развивалась военная промышленность. Вся военная промышленность Запада. Большая часть универсских заводов. То есть об этом тоже можно писать. Конечно, это ближе уже, наверное, к 9 мая, когда пойдут фильмы, документальные фильмы, художественные фильмы, по телевидению, в кинотеатрах и так далее. Тогда молодежь как бы погрузится вот в эту тему. Насколько активно реагирует народ? Уже второй год, я так понимаю, проходит конкурс. Сколько было раньше участников, сколько сейчас? Как люди узнают про конкурсы? Через какие вы действуете в каналы связи с молодежью? Через социальные сети, прежде всего, на сайте библиотек наших, библиотеки имени Толстого, библиотеки имени Бориса Богаткова. Ну, другая реклама у нас есть, флайеры, плакаты, афиши. Сколько участников было в этом году? В прошлом году было 104 участников. Это много? Да, 262 стихотворения было прислано. Еще можно не одно стихотворение подавать? Да, не одно. Можно в каждой номинации. Видите, поскольку очень широкий, так сказать, круг, очень широкий выбор номинаций, можно писать и о любви, и о родине. Была такая номинация, например, которая подразумевала судьба и родина едины, например. Здесь все что угодно можно написать. Можно написать свое отношение к жизни, свое отношение к своей стране. Это вообще все что угодно. И вот, кстати, вот такая тема, поскольку у нас сегодня весеннее, первый день весны, любовь и война, например. Вот в прошлом году только одно было стихотворение. Девушка написала рассказ своего дедушки, что она слышала от деда, что он воевал, любил медсестру, она его спасла, раненого вытащила с поля боя. И когда он вернулся из госпиталя, опять на фронт, она была убита. То есть вот такая трагическая история. И на самом деле молодежь, когда узнает, слышит об этом, вот такие жизненные истории, они через себя пропускают. И такие эмоции, вы знаете. У нас даже члены жюри некоторые без слез не могли читать вот эти стихи. Это, конечно, традиционные песни, традиционные темы, они вполне логичны и понятны. Но вы говорите, что все равно можно найти такие номинации, в которых тема не только война фигурирует. Пишут на какие-то злободневные темы, вот патриотические всего? Да, конечно, очень много. Например? Вот видите, у меня вот этот сборник мы издали по итогам конкурса. Замечательные. Здесь замечательные стихи, очень хорошие. О чем еще? Об отношении... Какие темы? Ну, об отношении к жизни, об отношении между людьми. Например, вот очень хорошее стихотворение. Если можно, я зачитаю его. Обязательно мы дождемся, я думаю, после рекламы, как раз пока вы найдете. О конкурсе молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова разговариваем сегодня с начальником рекламно-издательского отдела библиотеки имени Толстого Людмилы Игнатовой. Еще раз доброе утро. И вместе с нами поэт Юрий Татаренко. Доброе утро. И снова привет. Ну что, нашли, нашла стихотворение из сборника, который собрали по итогам конкурса. Дело в том, что конкурс, хотя и городской, но он открытый. И в прошлом году первое стихотворение пришло из Москвы. Вот так вот. Быстрее там среагировали. Из Ленинска, Кузнецка. Конечно, основная масса стихов была из Новосибирска, но были из Устилинска, из Ленинска, Кузнецкого, из других городов. Наверное, друзья наших новосибирцев. Да, знали как-то. Может быть как-то, может быть через социальные сети. И вот замечательные несколько стихов прислал Максим Софиулин из Устилинска. И одно из стихотворений называется «Мосты». Мы стали плевать на чужие проблемы, Свои же проблемы просты. Но чаще мы строим высокие стены, А надо бы строить мосты. Подумайте, люди, Не стоит напрасно себя от других закрывать, Ведь жизнь друг без друга трудна и опасна. Друг другу пора помогать, Быть нужно добрее, светлее и ближе, Немедленно, сегодня, сейчас. И взгляд подобрее, и стены пониже, И чтобы настрой не угад, Сломали бы стены, и жизнь изменилась, Все б стало понятно без слов. И сколько из стен бы тогда получилось Хороших и крепких мостов. И действительно, и жизненно, и философски даже так немного. Да, и хорошо, хорошо. Интересно. Вот у вас в руках сборник. Это прошлого года или это? Да, это сборник прошлого года. Сюда вошли... Все стихи? Нет. Все стихи, но невозможно было просто поместить сюда. Это стихи, которые были отобраны Очень строгим жюри. Кто жюри? Под командованием, скажем так, Михаила Николаевича Щукина, Нашего замечательного Новосибирского писателя. Туда входили и другие поэты нашего города, Профессионалы-поэты. Затем представители депутатского корпуса, Представители Совета ветеранов, Ну и наши сотрудники библиотеки Толстого. Кто поддерживает конкурс, вот кроме Совета ветеранов? Департамент культуры, спорта и молодежной политики Мэрии города Новосибирска. Конкурсы в прошлом году и в этом году проводятся на грантовые средства. Что получает победитель? Победитель? Ну, а как вы думаете, вот какая награда для поэта самая... Публикация. Естественно, конечно. И в этом году тоже мы собираемся выпустить сборник. Причем он раздается, ну, естественно, все участники получают, финалисты. Те, чьи стихотворения вошли в этот сборник, получают вот эти экземпляры. Затем мы раздаем по библиотекам. Вот в прошлом году вот этот сборник больше 250, наверное, экземпляров. И в область это все ушло. И в библиотеке города, в школьной библиотеке и так далее. Юрий, ваши стихи уже опубликованы в большом количестве? Да, было порядка ста публикаций в литературных журналах Украины, США, Германии и России. Вот. Это началось все лет 15 назад, да. Когда вы начали писать стихи вообще или публиковаться уже? Нет, у меня сначала вышла первая книжка, так получилось, потом была на нее рецензия в литературной России, потом я стал ездить по семинарам молодых писателей. И вот. О чем была первая книжка? Ну, естественно, там были собраны стихи о любви. Ой, как это мило. Посмотрите, первая книга о любви. Столько публикаций. И тут вдруг патриотический конкурс. А дело в том, что эта тема, я считаю, своей магистральной, потому что из одной из трех направлений я пишу юмор, лирику и так называемое социальное высказывание. И вот в 2012 году в Новосибирске выходил сборник гражданской поэзии «Что на творительный падеж?». И из этого сборника вы взяли на конкурс какие-то произведения? Да. Вот. Но сегодня весна, и если будет возможность, я бы хотел прочесть наоборот что такое лирическое. А давайте. Я отдыхал два месяца в деревне, от пробок мегаполисных скрывался. В лягушке каждый признавал царевну, в любви соседке леське признавался. Я возвращаюсь к уличному драйву, оставлен отпуск там, за поворотом, где на лугу нескошенные травы закату щекотали подбородок. Селой город выяснилось тезке по именам и кличкам на заборах. Асфальтовые грядки перекрестков украшены стручками светофоров. Три вспыха, красный, желтый, зеленый, но хода нет, завален к Евсенке. Стекло своей округлостю рифленой, напомни флейский, битый колен. Ой, прям по-весеннему, замечательно. Ну и все-таки, возвращаясь к конкурсу, вы как оцениваете роль таких вот мероприятий и для молодежи, и для людей постарше, и для вас лично вообще? Это мне вопрос. Ну, конечно. Вы же поэт. Вы же участвовали. Вы и в прошлом, и в этом году участвовали? Я отвечу коротко. Давайте. Мне просто очень нравится участвовать в конкурсах и в поэтических турнирах. И как только предоставляется такая возможность, я стараюсь ее не упускать. Потому что такие вот выступления не гарантируют мгновенную обратную реакцию. И вот этот интерактив, это, можно сказать, такой вот наркотик, допинг, в высоком смысле слова для творческих людей. Такая оценка, да, своеобразная? Или вы не чувствуете, что вас оценивают? Нет. Приходилось даже выигрывать какие-то состязания. Но это, конечно же, такой шутливый титул. Там был король поэтов, например, всероссийский конкурс в Красноярске. Это просто возможность поделиться свеженаписанным. Потому что сегодня у тебя что-то получило, завтра нет. Это все очень такое живущее. Вот как вы чувствуете себя на конкурсе, когда понимаете, что сейчас вы прочитаете, и отдадите, так сказать, людям на суд, что жюри будет решать, хорошо или плохо, и реакция какая-то? Ну, во всяком случае, волнения никакого нет, потому что текст уже написан. Править уже поздно. Да, предполагает дальнейшее его самостоятельное существование. То есть поэты люди публичные. А перестал стесняться я, когда учился в театральном училище. Прямо в начале... Поэт еще и в театрах. Да, был такой факт в моей биографии. Я закончил на Смирско-театральном училище и служил в театре Афанасьеве в Краснопаке. Потом была ссылка в Томск на 10 лет. То есть... Ссылка в Томск. Прямо все как у декабристов, да? То есть обычно, не бывает такого, что после конкурса, например, сел и переписал стихотворение? Вообще ничего не переписываете? Нет, нет. Работа ведется при подготовке к выступлению. То есть реакция публики, она, конечно, весьма своеобразная, но она не дает возможности что-то улучшить или что-то изменить. А, соответственно, пока стихотворение пишется, это может занимать и день, и неделю, но не больше. Ваш кумир в поэзии? Я избегаю слова кумир, но... Просто... Мне, например... Уважайте творчество. Да. Мне нравится человек-явление в современной отечественной литературе. Это Дмитрий Быков. Он пишет холумистику, прозу, драматургию, стихи, биографии. Уникальный человек, горжусь знакомствами. Я лекции его обожаю. Вы его еще знаете? Да, у меня выходило с ним несколько интервью. Я по работе с журналистом, мне приходится часто общаться... Журналист, актер, поэт. Боже, что вы не делали в этой жизни? Столько не живут. Спасибо большое. Это потрясающее дело, конечно, сохранять чувство патриотизма, взращивать его и поддерживать, и вспоминать такие вещи. Особенно весной. Потрясающее дело делаете вы оба, и спасибо вам за это большое. И, конечно, да. Пожалуйста. Я хочу обратиться к мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Если у вас в семье есть молодые поэтические дарования от 14 до 35 лет, пожалуйста, если они еще не знают об этом конкурсе, расскажите им. И побудите принять участие в нашем конкурсе. Можно все подробности узнать на сайте библиотеки Минталстол. Совершенно верно. А теперь коротенькая история напоследок от Юрия. Забавная страница из литературной жизни Новосибирской. Часто приходится выступать, и однажды раздался звонок. Юрий Анатольевич просил сообщить тему выступления. Я продиктовал по телефону презентацию новой книги «Грусть винограда». Поезжаю в библиотеку, вижу огромную афишу, и написано «Грусть и награда». Я сохранил эту афишу в своем архиве. Грустно. Разочаровались, наверное, зрители, да? Нам недавно предугадать, чем слово наше. Это как Modern Talking, это Made in Tokyo. Слышал так, как его называли раньше? Будьте внимательны, пожалуйста, и оставайтесь с нами, конечно же, завтра услышимся. Да. Талаева, Настя. Александр Ильич Советин. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok